Девушки отдыхают Безобразие на самом деле Да, погода супер Но самое интересное, что здесь сидит Маргарита И давайте-ка мы с ней, наверное, как раз и побеседуем Маргарита Да, побеседовать с ней нельзя А жаль Я бы с тобой очень даже пообщался Потому что привела подругу Для того, чтобы, да-да-да, смерти она ей не хотела Естественно, не хотела Ну а как же, кто бы сомневался-то Не хотела Иногда ради своего счастья люди такое делают, что Все хотела, дорогуша Так, кроны Ладно, фикс оба золотой рыбкой Не хочешь, не надо, хотя, конечно Как минимум, посадить бы тебя нужно Ну ладно Так, у нас с вами, ребята, перегрузка И отвратительная погода на улице Поэтому давайте-ка сначала мы с вами разберемся со всеми Смотрите, что происходит, да? Вообще кошмар какой-то Ну лес, конечно, выглядит великолепно Даже во время дождя Смотрите, какой ветер сильный, а? Деревья сдувают Ужас Давайте мы с вами сейчас переместимся В любую из деревень Где мы сможем Разобрать часть вещей хотя бы Ну или продать Да, давайте, наверное, в большие случаи как раз пойдем Я думаю, большая часть предметов Можно будет сюда Сбагрить Кузнецу, по крайней мере, хотя бы Так Да А вот что надо Что называется Так, купец Ну давайте, может быть, ему что-то продадим Купать будете или смотреть? Да покупать Давай, товар показывай Так Что мы можем у тебя продать? Я помню, что у нас с вами все предметы стоят достаточно дорого Это замечательно Давайте, наверное, заведемся денежками Так, цена продажи Давайте посмотрим Цена продаж Не понял А Так, поговорите Цена продажи Указано 4 монеты 5 монет? Что, серьезно, что ли? 3 монеты 20 Погодите 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 Ну-ка, иди-ка ты в пень С такими ценами Ну-ка, в рюкзак 49 монет 39 монет 35 Слушайте-ка, а походу этот купец-то не больно И раскошеливается Я, правда, не знаю Все купцы такие Это такой засранец Но что-то я Не очень хочу Что-то ему по таким ценам продавать Так, хорошо, допустим Если сейчас я ему продам какую-то вещь Вернет он мне ее По какой цене? Ну, вот, допустим Там у нас с вами есть Что-то совсем дешевый Там тупой топор за 4 монета А если купить? 50 монет Нифига себе Ты цену задрал Собака такая Ну, в общем, понятно То есть Связываться с ним Вообще не надо С продажей, по крайней мере, вещей Точно не надо связываться Не за такие деньги, что называется Так Тут что на самом деле такое? А, это она щипывает, что ли, что-то? А, ну да Ага Так, ну ладно Значит, здесь не вариант точно Соответственно, давайте Подойдем к кузнецу И разберем у него вещи Это будет, я думаю Значительно более полезно Нежели Это будет значительно более полезно Нежели продавать Так, давай, дружище Ну Да, сделай мне что-нибудь И давайте разберем вещи, собственно Так, где-то у нас там есть Извлечение, улучшение Ага, вот видите Улучшение можно извлекать Извлеченные камни будут уничтожены То есть, однажды вставив Ты уже можешь вынуть их Только за определенную сумму И потеряв Это самое улучшение Да Все улучшения Извлекаются одновременно Понятно Ладно, мне больше не интересует Разбор Кстати, а если я тебе буду продавать За сколько ты их покупаешь? Шесть Семь Восемь Ну, кстати, он подороже покупает Видите, да? Видим, потому что это кузнец То есть, ему вот уже предмет уходит реально подороже Короче, ребят От каждого От продавца зависит За сколько он вам продаст То есть Или за сколько он у вас купит То есть, это очень Такая зависимая вещь Каждый продает и покупает За свои деньги По-своему, да? Поэтому Это нужно учитывать Так, ладно Давайте посмотрим Что мы с вами можем здесь разобрать Меня, естественно В первую очередь Интересуют Вот эти предметы В частности Вот, допустим Реликтовый, да? За 103 монеты Разбирать? Что-то как-то дороговато Брестки кожи Серебряная руда Ну, все, что дешево стоит Можно разбирать смело, я думаю Да? То есть, там по 4 монетки По 3 монетки Все остальное, наверное Давайте сейчас будем, значит, разберем И, кстати, заодно посмотрим Уменьшится ли вес То есть, здесь у нас с вами вес 1,56 А если Сейчас мы разберем Сколько у нас уменьшится ли вес Разобрал У нас добавился Один кожный ремешок Один железный слиток Давайте посмотрим Их вес на самом деле Другой или нет Так, кожные ремешки Где у нас тут с вами? Сейчас я буду полдня, конечно Искать это все Так, серебряная руда Серебряная руда Железный слиток Да, он весит 0,04 Одна штучка А кожный ремешок Ну, весит, я думаю, надеюсь Тоже мало Где у нас кожные ремешки с вами, ребят? Кто-нибудь видит кожные ремешки? А пока нет Обрезки кожи Это не то Я имел в виду именно кожные ремешки Что-то не вижу кожных ремешков Они вот так вот выглядят Да, что-то не видать Может, их разобрать нельзя? Фиг его знает Так, ну ладно А сколько весит кожные ремешки Если их просто продавать, допустим? Ну, так просто для интереса Да, он весит 0,88 Да, в принципе А там 0,04, да? Да нет, поменьше вес становится То есть можно таким образом Да, вот у нас с вами вес уменьшается То есть можно таким образом Именно методом разборки Можно уменьшать вес При этом получать полезные предметы А не продавать их там За дешевые там очень деньги Ну, кстати, допустим Да, вот смотрите Мы с вами можем разобрать Вот это блюдо Получив дерево Но продать мы их с вами можем Неплохо По 20 монет хотя бы Это, я думаю, можно и продать Вот, поэтому давайте, наверное В лавке сейчас продадим Вот такой-то именно мусор Который нам реально Ничего особенно полезного не даст А где это блюдо? Сейчас найду, ведь Вот блюдо А, нельзя продать Отлично А что, для суда не предмет, что ли? Или в чем? Нет, другой предмет Странно Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка Так, значит, давайте тогда Значит, самый тяжелый предмет Все-таки разберем Который стоит недорого Разобрать Я имею в виду Здесь 7 разбор, да? Кавалерийские штаны Здесь разбор 6 0,26 вес 0,48 Разбирать нужно что-то тяжелое Кавалерийские брони Шкура, драта Вот давайте вот это тут разберем Давайте разберем все мечи Потому что они довольно дешево стоят Их разбор Допустим, вот Вот эту штуку Вот эту палец То есть Просто для того, чтобы уменьшить как-то вес 1,61 Это достаточно много Опять же, разбираем Опять же, меч из Дориана Также можно разобрать Тоже достаточно много весит Да и места меньше будет занимать Меч Дикой Охот И, честно, пока не очень хочется разбирать Он стоит достаточно дорого Если его продавать Еще бы, к сожалению, он его купил 162 монеты Но он, конечно, не купит его По такой цене, сараз Так Меч Морибора Тоже давайте разберем И тот я меч выбрал Да Тоже давайте его разберем Так Клинок из Викавара Тоже можно разбирать Спокойно Так Длинный меч Также разбираем Тоже задешево Достаточно здесь разбираем Мы с вами потратим, скажем, деньги на разборку Но потом мы с вами существенно сэкономим Когда будем что-то производить Да, то есть Когда у нас с вами будет достаточно ресурсов Это Очень приятно скажется, скажем На нашем Благосостоянии Так, здесь, кстати, тоже Ух ты, какое-то масло даже есть Странно, что за масло Ладно, разбираем Что добавим? Просто масло Непонятно, что такое просто масло Так, здесь просто разобрав Мы с вами получим вот этот вот набор Соответственно, вот это, насколько я понимаю Будет уничтожено, да Ну, ладно Ладно, давайте попробуем из лавки Продать им вот этот меч За сколько купишь? 34 монеты, да А на разборчу он дает Эта же штука Вот этот меч Сапфировая пыль Наверное, имеет смысл разобрать все-таки Так, ну, в общем, наверное Все Да, пожалуй, достаточно У нас с вами вес достаточно серьезно уменьшился То есть, теперь у нас с вами вес 40 Кстати, ребята, смотрите То есть, когда вы что-то разбираете Вес сразу не уменьшается То есть, сначала нужно куда-то перейти На другую вкладочку Потом тогда уменьшится, да Так, ну все Теперь достаточно хороший у нас с вами здесь набор Создать можно уже много чего Естественно Только для этого у нас с вами понадобится Ремесленник нормальный В данном случае Бронник нам с вами нужен А не кузнец Так, ну в любом случае Очень неплохо, друзья То есть, мы с вами резко уменьшили Количество Ну, денег, да Согласен Но также резко уменьшили Количество Этих Веса Который мы с вами тащим Так, теперь давайте посмотрим По заданиям Что у нас с вами здесь есть Значит, кровавый барон Рекомендуемый уровень 6 Хозяйки леса Вот, рекомендую уровень 6 Ага, это про тех самых Кривоуховых топий, да А давайте-ка вот этим Как раз мы с вами и займемся Так, отлично Значит, бежим в рюкзак И давайте почитаем эту книгу Хозяйки леса Еще сейчас ее найти, конечно Вот она Боги покинули нас Сильные миры сего Безразличны к нашей судьбе Только хозяйки с леса Смотрят за Веленом В злой час Когда мор и голод Собирают обильную жатву Проси хозяек о помощи Если им будет угодно Они снизойдут к просьбам И отвратят злую судьбу Вот как следует обращаться к хозяйкам Возьми дитя, юное невинное Отведи в кривоуховый топе Отыщи алтарь, посвященный хозяйкам От него идет сладкая тропинка Отправь дитя по тропинке И пусть оно идет по сладкому следу Прямо к благодетельницам Ни в чем больше не будет нуждаться Это дитя Ибо хозяйки щедры Догадываюсь Что оно реально Ни в чем И будет нуждаться Потому что дитя Уже не будет Ни человека Нет проблемы Да? Стоя перед алтарем Проднеси свою просьбу И благодетельница Услышит ее Ибо они слышат И видят все Что творится в их владениях И если ты все сделал правильно Просьба твоя Будет услышана Супер Супер, друзья Просто великолепно Действительно У меня есть просьба У меня как раз Есть лишний ребенок Завалялся Свой собственный Давай-ка мы его С тобой Скормим этим товарищем А сами что-нибудь Попросим Там новую корову Например Великолепно Просто великолепно Друзья Ну ладно В общем Следуем за сладостями Давайте мы с вами Призовем Платвичку Платва Вот она Привет, дорогуша Давно мы с вами На ней не ездили Давайте Поплыли В данном случае Наверное, именно поплыли Че такое Че случилось Помоги Старой слабой женщине Че случилось-то Ночью безбожники Часовинку верно Милосердно разорили Чтобы им пусто было Починить надо на часовинку Иначе верно обидится Коровы падут У ребятишек продавки Вылезут Собаки запаршивые Ну да, там Поверь у людей Всякие были, да Ну давайте Поможем Че там Поршай и бродавки Звучит серьезно Я тебе помогу Давайте починим Че нам за это С вами опыт дадут Да Страшноватое божество Готово Добрые боги Мне тебя послали Есть теперь Кому нас часовинку чинить Да, я каждый день Буду заезжать Обязательно смотреть У меня уже есть ремесло Я ведьмак А не реставратор Древней деревянной архитектуры Ведьмачи дело Со злом бороться Хулиганы Те коняные Они похуже чудовищ будут Сомневаюсь Но Если что Вижу Я поправлю Но сворачиваться Пути я ради этого Не стану А тут везде близко Боги тебя направят Ладно В общем Судя по всему У нас тут с вами Давайте Сделаем все Потому что я не думаю Что тут особо далеко И кроме того Просто дадут опыт Кстати, ребята Вы не думайте Я не забываю Что мы с вами Повышаем уровень Просто Сейчас особо Пока делать нечего Пока мы с вами Не наберем Достаточно хорошее Количество очков Уровней Очков умений Точнее Для того Чтобы что-то Конкретное Можно было модифицировать Я помню Там минимальных Полезных Что-то 8 очков По-моему стоит Поэтому нужно Какой лес То прямо Держи Вот То есть нужно Конечно Накопить сначала Побольше очков А потом уже Собственно Выбираю Опа Так, нет Я не буду с ними Святаться С ними Потому что Нафиг не нужны Утопцы Мне больше Интересны Да Все вот эти Слушайте Нифига себе Не сворачиваться Пути Ну Они подальше Не могли Все засунуть Я-то думал Тут реально Недалеко А тут мы Сами скачем Уже фиг знает Сколько Кстати Ну что Какое-то задание По дороге Чуть не пропустили Погодите Задание надо взять А Это не задание Это доска объявлений Доска объявлений Потом разберемся Ребят Так Ладно Ну уж Коль поскакали Собственно За опытом Ладно Давайте Сделаем Все что от нас Требуется Лес какой Прям Конечно Во время Бури Коватый Да Ужас Так Ну Нет Правда Ребята Полюбуйтесь На этом Смотрите Какая красота Деревья Гнет Вот Дождь хлистает Мы с вами В ветках Застряли Ну великолепно Ну правда Так Да Подальше Нельзя было Из светилища Засунуть Блин Ладно Давайте Сейчас прокатимся Что называется По водичке Напрямую Кстати Лодочка Что-то забыла Давай-давай-давай Геральт Жми на все педали Почти Приплыли уже Что-то Как-то Не рассчитал Я С расстояниями Ладно Поехали Сейчас восстановимся Опыт Есть Опыт Ребят Ну конечно Тут еще кто-то Естественно Новая отметка Дуэнхэн Эх ты Ж Нифига Себе Нормальная Хрень Эх ты Просит Отравление Нормально Попали Попали Накиде Накиде Зараза Отравляет Нас постоянно На Мало Синий Монтаген Нифига себе Монстрюки какие Завелись Одиннадцатого уровня Мы с вами Только-только Пришли тут Делом заниматься Да Поднимаем Ставим на место Вообще Капец какой-то Как они сумели Поломать Рядом с таким Скорпионом Здоровенно Да Конечно Ну люди Ведет древности Божества Себе делают Это очень кошмар Пострашнее Ничего нельзя было Придумать Так Ну Коль уж здесь Новый монстр Может быть Есть Новые травки Да Сейчас Конечно Так И опять 687 метров Блин Опять в обратную Сторон Переть Ну ладно Пробежимся Так Давайте Только что Им слопаем Потому что Поживать Явно Нужно Ой Постряли Так Ну слава богу Хоть вроде бы Как дождик заканчивается Проясняется Понемножку Как-то становится Вроде поинтереснее Плотва Где бы ты ни была И откуда бы ты ни возникла Поплыли Дорогуша Давайте Ну вот Наконец Собственно Дождь прекратился Нево потихонечку Рассеивается А то Прям Да ну Да ладно Да вы смеетесь Так Ээээ Арбалетец Промах Ммм Я тебя постараюсь С лошадки Постричь Плохая была идея Эх ты Нифига себе Вот это он меня снес Слугушки Так это значит не тот грифон Который мы с вами валили Ну в смысле не того же самого уровня Я видел что у него было написано Значками вопроса уровень То есть это типа Значит это означало что это очень крутой противник Прям очень крутой противник Хотя мы с вами его хотя бы поцарапали На том что он называется Спасибо Отлично Да Супер Ну я надеюсь что это второе святилище Оно не около этого грифона Потому что мы его с вами просто не убьем Да все таки не каждый противник Нам с вами по зубам Ну или по крайней мере точно не таких Размеров Я как бы ожидал что это будет Не настолько крутой противник Ну собственно ладно Что будем знать Давайте игру сохраним А то я что то редко сохраняться стал Хорошо хотя бы сохранения нормально работают Так но грифона Да 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 я знаю что тут грифон Но давайте мы с вами не будем с ним связываться особо Хорошо Давайте мы с вами так его аккуратненько Как нибудь обойдем стороной Чтобы никто нас не заметил Болков полно Спрятанное сокровище Оу призрак Что то у вас тут как то ребята слишком много Давайте к разберемся собственно Так масло против призраков Меня сейчас будет интересовать конкретно Рюкзак Масла Масла говорю Масло против призраков Соответственно здесь Масло против зверей Сюда Так давайте-ка друзья Повеселимся немножко Игра сохранена Поехали Потому что спрятанное сокровище Это интересно Ну что Призрак Эть Эээ Что за хрень О нормально Режется Упс Ух ты же не Нормально так Меня зажали тут Так что то вы сильно резвые Друзья Надо бы Против вас Скорее всего Ловушечку бы Применить бы Только бы не сдохнуть Перед этим Да попарись Вы уже в ловушку Живление то А смотрите что делают Так тихо тихо Отступаем Противники Явно слишком Крутые Причем Их тут Навалом Давай-давай Подойди ко мне Одна Давай Не хочешь Они все группы Нападают Умные Заразы Нет походу Они у нас с вами тоже Ребята Не по зубам Потому что О Да блин Ты Юпер Театр На Да как же больно Жарахать Да Какие обороты Короче против них Не работают Сильные атаки Если что Сильные атаки Против них Вообще не работают Слабые Работают Но Фигово как то Так что ладно Не по зубам Друзья Придется Видимо возвращаться Когда нибудь Может быть потом Да Тут короче Очень сильные Противники Во всей этой области То есть тут Нам с вами Делать В общем Совершенно Пока что Нечего Так что Отправляемся Своим ходом Туда Куда нам С вами Было нужно Собственно На светилище Которое Нужно Восстановить Да Задание Кстати Явно Не для наших Уровней Судя по всему А кстати Я ведь не посмотрел Что это за задание Собственно Может быть оно реально Там для очень Крутых уровней Давайте посмотрим Дополнительное задание Да нет Всего лишь Десятый уровень Странно Но противники Попадаются Скажем Явно Не десятого Ну в принципе Ладно Может быть так Оно и нужно Здесь что такое Тоже сокровища Под охраной А кто их охраняет Можно глянуть Аккуратненько Так издаля Уровень Уровень Мне интересен Уровень противника А Ну это нормально Это нормально Это мы с вами разделаем Так первый есть Нормалек Второй Отлично Так Все забираем Сокровища под охрану Ну вот здесь уже собственно говоря Мы с вами можем Поживиться Уголь Волокно Охотничьи перчатки Сафировой Пыль Слиток Темного железа И кроны Ну в общем-то Все замечательно Друзья Я думаю Что все хорошо Хоть что-то мы с вами Хоть кого-то мы смогли Здесь завалить В этой округе Да Какие-то кстати Травки растут Какие травки Скороцель Вроде такая уже была У нас с вами травка Так Ну ладно Давайте значит Садимся на плоту И отправляем Собственно Дальше К месту нашего путешествия Если быть точным То отправляемся К святилищу Которое вроде как Уже совсем недалеко Я надеюсь Что там особо Каких-то крутых Противников не будет Зря я надеялся А Это те самые вандалы Что ли Это вы Скверняете Святилище В Велене А тебе что до этого Вы кто такие На вестики молнии Тяжелые капли Грозовых туч Молния Это зовется Сверхчеловеком Где все в порядке С головой мужика Местные говорят Что боги недовольны Вы то Их гневы не боитесь Богов Боги умерли Мы лишь устраняем Их разлагающиеся Останки Тлеющие угли Предрассудков Тогда давайте-ка Вы уберете за собой И вернетесь устранять угли Туда Откуда пришел Мастер Фрейдрих Из-за Ксенфорта Провозгласил Что боги умерли Религия Опиум для народа А тебе-то какое дело Простой людь Боится только религии Жрецов А не богов И страх этот Заковывает нас Вакуум В мракобесии Мы должны создать Новую мораль Или обойтись Без морали Отлично Даешь анархию Массы Слышь мужик Ты маленько Того С катушек съехал Значит Вообще Каждый волен верить Во все Что хочет Хочешь верить В цветочный горшок Который на подоконнике растет Хочешь верить В бутылку с водой И это не повод Мешать другим Делать то же самое Поэтому Иди-ка ты в пень Забавное представление Но меня что-то наскучило Проваливайте отсюда И не возвращайтесь А то что? А то позовут Спектр шути Деканата Репрессии Бейте халопа режима Ааа Да ладно Ты серьезно что ли? Ладно Нравится Пожалуйста Сейчас их Капусту Шинкуем Собственно Первый Второй практически Так Подожгли Нормально Ух ты Собака такая Ты еще по мне Попадать будешь? Ну в общем-то Вот и все Ой Как вы Прямо Эти фанатики Так Отлично Все Ладно Этих всех убираем Все у них забрали Давайте восстанов А мы уже с вами Типа восстановили Да И задание Соответственно Мы получается Выполнили И даже за это Получили опыт А это уже Приятно Друзья Так Ну что Значит Как минимум Нам с вами Теперь уже Теперь уже У нас там с вами Как со временем Со временем Серии не очень хорошо Но теперь уже Мы с вами можем Отправиться Как раз таки По другому заданию Которое мы с вами Еще не делали Давайте посмотрим Значит задание Это как раз Те самые Хозяйки леса Которых мы собственно Как-то подзабыли Маленько Да Сколько нам с вами Туда переть Судя Потому что Не указано Даже расстояние Я так понимаю Переть очень Ты куда это Я так понимаю Переть очень далеко Да Что-то плотва Как-то нас с вами Сильно напугалась Да Все Нормально Поплыли Ты чего это Подруга Так Поехали Значит это Очень далеко Настолько далеко Что нам даже С вами не могут Рассчитать расстояние Сколько я понимаю Это не очень хорошо Хотя может быть И наоборот Близко Потому что Вот у нас Уже по сути Что-то на топе Наверное похоже Мостки здесь Какие-то кстати Есть Так Да Это похоже На болото Как бы Стоп 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 Что-то разрушенное Стоит посмотреть Фиал Ох Химический порошок Ну порошок Всегда пригодится Так А реально Нам с вами Куда бежать-то надо Совсем что-ли далеко О Да Слушайте Друзья Мы с вами Знаете Сколько будем добираться Вот здесь Неподалеку Есть Лодочка Неподалеку Есть лодочка Давайте мы с вами На нее тогда Усянемся И пойдем Как раз По нашей С вами Сюжетной линии Сегодня Наверное Друзья Сделаем серию Чуть подлиннее Чем Обычно Просто для того Чтобы захватить Несколько сюжетных заданий Одновременно Потому что Достаточно часто Отвлекаюсь От основной Сюжетной линии И наверное Вам все-таки Будет интересно В том числе Посмотреть И на сюжет Хотя Опять же Я не ставлю Своей целью Именно следование Прямое следование Сюжет То есть Мне нравится Отклоняться Смотреть Что здесь Вокруг есть Любоваться Красотами И так далее И тому подобное Ой Сори Стенка Давай Выйдем отсюда Из этих деревьев Аккуратненько Так как-то Выйдем И поскачем дальше Давай Еще какие-то Сокровища под охраной Там были Ну ладно Пока что Поскачем уже Прямо по прямому Назначению Это вот сюда К дам К нашей с вами Так Вот этот цветочек Надо собрать Я так знаю Что у нас Его с вами Не очень много И вот это Кстати А это Машхвост А вот это Надо взять Кровостой Да Его нужно Собирать Потому что Наверняка Где-то Пригодится Ну что ж Платвичка Давай Ты останешься Здесь попастись А мы Поплывем Наверное К месту Нашего Непосредственного Назначения И я думаю Что это задание Мы с вами Также сегодня Выполним Ну по крайней мере Я надеюсь Так что Поплыли Дружище Попутешествуем Маленько Какой-то там Постройка Смотрите Какая-то Ребята Вон там Впереди Интересно Достаточно Высокое Строение Так Поплывем По возможности Быстро Хорошо Хоть штормов Нет Потому что Здесь Сами знаем Что у нас Обожают Всякие Дожди Собираться Грозы Прочие Прелести На самом деле Не очень понятно Как может Допустим Ведьмак С надутым Полностью Парусом Вот в таком Вот именно Виде То есть Ветер Должен быть Сзади Хотя По факту Ветер По моему Нифига Не сзади У нас с вами Парус Как ловит Ветер Не очень Понятно В смысле Что еще И под водой Монстры бывают Что ли Обалдеть А под водой Как с ними Сражаться Мы же с вами Не можем Насколько я знаю Размахивать Мечом Под водой Но для всяком Случа У нас это Не очень Получится Даже если Мы ведьмак Странно Вот реально Смотрите Как монстры Попадаются Вон Интересно Слушайте Как раз Тут еще И подводные Сражения Бывают Но во всяком Случа Подводные Монстры Точно Есть Значит Подводные Сражения Тоже По идее Должны Быть Ну или Что-то Похоже Так Ну как там У нас с вами Дела с Проближением К точке Назначения Я думаю Что уже Недалеко Осталось В целом Травки Вот так Красиво Завернули Что называется На парковочку Поехали Так Отлично Теперь вопрос Сколько нам еще Бегать А ну вот Все в общем Мы с вами Практически пришли Так что давайте Тут уже неподалеку Я думаю Вот опять бродит Кто бродит А вот Ради вас Даже Не буду Менять Масло На клинке А тут Есть Какой-то Интересный Туманник В принципе Меня не особо Беспокоит Ну вот В общем-то И все Всех Размотали Раскатали Не потеряв Ни капли Здоровья Разумеется Так Все Собираем Все что здесь Есть Полезного Тут естественно Что все Это пригодится Здесь тоже Все собираем Тут что такое Это А это травки Ох ты Сингжирон Что вообще новенькое Так Все Теперь естественно Мы с вами Совсем уже Недалеко Так что Плывем Плывем Теперь кстати Понял Почему нам с вами Не рассказывали Какое расстояние До этого места Да потому что Расстояния нет Нужно просто Прийти в это место И начать искать То есть как будто Нет какой-то Путевой точки Видимо поэтому Нам и не стали Говорить Сколько нужно бегать Да Вот это место Тот самый Типа алтарь Пипец Блин Хм Хозяйки леса Ну что ж Пойдемте-ка Поисследуем Хозяйки леса Так Ну я вижу Вот эту сладость Как бы да То есть это Типа дорога Из сладостей То есть вот она Да Смотреть их Видимо нельзя Ну просто Идем дальше В общем-то То есть тут Ничего такого Вот дорога Из сладости Вот она Вот она Вот она Вот она Нас с вами ведет Нормально такая дорога То Ну я думаю Скоро найдем Совсем уже Наверное Недалеко осталось До этих Как бы их помягче Что-то у нас есть О Нормально Так Я так понимаю Нам вот сюда Давайте Сохранимся Долго бегали И Побежали Побежали Проверять Что тут нас С вами ждет Посмотрим Посмотрим Они действительно Сюда Сюда Собирают Но Какие-то у них Песенки Странные Любопытная Считалочка Да уж Ты кто Иди отсюда Че это вдруг Что же вы одни Делаете на болото Мы не одни Я с бабушкой Я спрашиваю Откуда вы тут взялись Сироты мы Все Война Вот и сироты К чему тут девица А ну понятно В общем Кого отдают Сирот отдают То есть Вы должны Как бы По правилам Этого обряда Отдать Ребенка И соответственно Попросить что-то Себе взамен Это же насколько надо Не знаю Безнравством Что-ли быть Как что бы ни случилось Но отдавать Сироту То есть чужого ребенка Сироту Который потерял родителей Отдавать непонятно кому Для того чтобы себе Что-то там приобрести Но это я не знаю Это вообще Вверх наверное Нарушение всех Человеческих норм Правил Моральных Даже обычных Так ладно Давайте первый вопрос Лотов потерялся молодая женщина У нее серые волосы Шрам на лице Вы видели такую Здесь девок нету А я тебе кто Какая из тебя девка У девок сиськи Точно Когда по деревнему войску Шло на деревне Яд кричал Хватаете Хватаете видимо Девок по лесам Пусть солдатню Дисковь сиськами Не пугают А то беда будет Так и говорил Что-то взрослые Больные дети Это Слушайте Девушка Которую я ищу Попала в беду Если не хотите Помочь мне Помогите хотя бы ей А ты откуда знаешь Что она тут была Люди говорят Что она попала К ведьмам на болото Но тут нету ведьм Тут только лягушки И уже И Васик Что это за разговоры Что за поболтушки Я спрашиваю Туда никому нельзя Тут только дети Мои дети Тут могут быть А ты еще кто такой А С оружием Как бандит Я просто с ребятней Разговаривал Я еще одну девушку Я была очень красивой девушкой Носила вот такую косу Маменька мне плевала И платья у меня были С цветами разукрашенные Ты ее видела? Молодая С серыми волосами Это твоя невеста? Дочь Доченька Моя милая Доченька И сестра ее Где-то они сейчас А может с нами Или с ними лих Какое приключилось Тебя не об этом спрашивали Попросим Молодая девушка С серыми волосами Мне надо понять Встречал ты ее Или нет Дети что смотрите Среди мотерники Будем ловить сверчков Вижу ничего Я от тебя не добьюсь Так я ничего Не знаю И Васик точно знает О чем я его не спрашивал Он отвечает Погоди Сейчас потешу себе Кузна И придумаю Что это за слово Ну живо в хату Живо А то Будешь у меня в углу стоять Я посмотрю Чтобы стоял Как миленький А ты уходи отсюда Уходи Че за Ивасик Поговорить с мальчиком Которого наказала бабушка Ладно Так Погодите-ка А в этом домике Че-нибудь есть? Да Так Шнурок Аметистовая пыль Я думаю Штука полезная Хорошо Путешествие на край света Можно почитать Собачье сало И все что ли Ну блин Я думал У Вова будет побогаче Ну ладно Давайте посмотрим Что у нас тут с вами За книжечка такая Новенькая Где-то она Только ее найти бы Вот Путешествие на край света Сирены Дальние родственницы Гарпии Крылатые струщества Которые встречаются На скеллиге Частливого На необитаемых островах Или в недоступных Прибрежных местностях Населенных островов Если верить легенде Сирены Дочери мифического Крылатого великана Храсвельга Который живет На краю света И порождает Бурь и мановением Своих крыл Дочери Храсвельга Ищут общество великанов И часто гнездятся Рядом с их логовами Эти создания Нападают на лодки И корабли с воздуха Рвут паруса А затем разбивают В щепки Обездвиженные суда Временами Они подхватывают Человека Или скотину с палубы Бросают с высоты Убивая насмерть Они также нападают На путников Забредших на побережье Так Ладно Еще одно Создание Странного характера Так Что это у нас С вами здесь такое Ужас какой Так 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 Мальчик Которого наказала О Новая статья Бестиарий Ирине Давайте посмотрим Бестиарий Гарпия Сирена Сукупа Ирине Ух как у вас тут Много всяких Товарищей Давайте прочитаем Так Гарпия Значит против них Помогают гибриды И знака арт На самом деле Чудовища не собирают В логове сокровищ Ну и за исключением Гарпий Эти да Они блестяшки любят Лето Ведьмак Школы Змеи Сложно сказать Что более отвратительно В гарпиях Родственных им шишихах Их ужасный вид Исходящий от них Смурат Падали птичьего помет Или пронизительный писк Который они издают Достаточно сказать Что даже крысы Привыкшие резвиться В сточных каналах И помойках Обходят их гнезда Далеко стороной На эти гнезда Можно чаще всего Наткнуться в скалистые местности На крутых склонах гор Или недоступных ущерий Границы их территории Отмечают кучу Живеринных и человеческих костей Птичий помет И вездесущие перья Гарпии и шишиги Охотятся группами И стаями Едва ли не до 20 особей Нифига себе Хотя гарпии скорее Трусливые и осторожные Они яростно защищают Свои гнезда А при численном превосходстве И преимуществе Не колеблись Нападут даже на группу Вооруженных воинов В бою они извлекают Всевозможные выгоды И из возможности летать Они последовательно Одна за другой Донимают свою жертву Быстрыми атаками Стремительно уворачиваются От ответных ударов Добычи они добивают Ударами крыльев Острого клюва И когтей На земле гарпии Движутся неловко И медленно И уже не представляют Большой опасности Так ладно Инсектоиды А во Кстати Это тот Который мы с вами убили Против него мы уже Масло против инсектоидов Ну разумеется И эликсир и волга Думаешь Обычные андреаги опасны Погоди Пока придут их воины Это вот товарищи Клаус Альтман Лесничий В большинстве случаев Одной только численности Андреаг достаточно Чтобы отогнать И любить атакующего Однако в схватку Самым опасным противником Вам посылают специально Для этого приспособленных Самых сильных И крупных особей Эндреаг воинов Единственная задача Этих существ Сражаться И защищая границы колоний И захватывая Новые территории Да Ну и тварей же тут всяких Так ладно Остальных ребят Читать не будем Достаточно много Почитаем я думаю В следующий раз А пока что Давайте побеседуем С манчонкой Так Я тут у вас ребят Все возьму С вашего позволения Это бабушка явно Непростая И она вам тут Все это достанет Еще раз А мне может Что и пригодится Так Свяная шкура Оленья шкура Так Что еще у нас Тут с вами есть Гриб дождевик Очень полезная вещь Это я с иронией Так Еще тут что-то валяется Кучка всяких Интересностей Вербена Блюда Что еще Все О Химический порошок Это всегда полезно Так Еще что-то было Сейчас Сейчас Должен Вот Цветок Дуэкрота Ага Все Так Ну и теперь Собственно Да Сюда нельзя входить Тебе тут нельзя Что мне тут нельзя Я только хотел поговорить С этим мальчиком Нельзя Нельзя Я не буду с тобой разговаривать Бабушка тебя не любит Айвайск придуманный И чужие детей Иградут Я задам тебе только один вопрос Ничего ты ему не задашь Ты чужой Нельзя с чужими разговаривать Ты че-то уперлась-то Давай есть Суп со шкварками Ты слышал Он говорит, что боится тебя Не пугай мне детей Какая-то ты странная Найти способ Выманить бабушку из хаты Надо что-нибудь поджечь в округе Тогда и выманиться Наверное Почему не хотите говорить про Ивасика Что один из вас знает То и остальные Ведь так С Ивасиком только он водится А не грибов и штулиток Бабушка говорит, что Ивасик придуманный Девушка, которой я спрашивал В опасности Помогите мне отвлечь бабушку А я поговорю с другом Ивасик Ладно, только услуга за услугу Поиграй с нами в прятки А то бабушка не хочет Говорит у нее кости лона Может вам еще что нужно? Вот если бы сладенького И мне тоже Или фруктов Печень волка подойдет, ребят Сырое мясо там Крещина очень вкусненькая Мы тебе поможем Нет у меня гостинцев Тогда пронеси Или в прятки с нами поиграй Или иди своей дорогой А у нас с вами вроде еды-то достаточно Ну давайте, ладно Идет, прячьтесь Если я вас найду Вы мне поможете поговорить С мальчиком, который знает Ивасик Думает, нас так легко найти Он-то небось от черных не прятался Не подглядывай и считай кромка Все пальцы И на ногах тоже Чудики Дети, господин Раз, два, три Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Я иду искать Но одного уже нашли Так Ну неужелишь вас Ну ай, дети, дети Ну конечно, чё Дети, дети Они всегда вообще прячутся Там под стул Думают, что их никто не найдет Ну На то они и дети, собственно Салют Я тебя нашел Не прячься Как ты меня углядел? Да очень просто Разве ты спрятался? Тут, конечно, они как бы работают От того, что Следов Ну в смысле, что Достаточно большое пространство Для поисков Да, то есть тут как бы Кстати, куда-то остальные следы Все пропали А, нет, есть Вот Так, стоп Искибил умерто Минутку Ну-ка, выблази отсюда Чё-то я не понял А, он наверх пополз А как мне-то наверх забраться? Интересно О, нормально Нифига себе Так он тут нормально перелез Так Вот ты где Эх Нормально спрятался-то, кстати Вот это вообще реально так Вообще молоток Так, хорошо Дальше Ещё двое Ещё двое Кого я вижу? Я тебя вижу Выходи Повезло тебе Нет, дорогой Мне не повезло Просто я ведьмак И я знаю Где вас искать Так Ну и где-то ещё один Вот где-то здесь Нет, не здесь В окне Так, ну А Он-то в окно вылез А мы типа не можем, да? Ладно Сейчас тогда обойдём Этот домик вокруг Я же знаю, что теперь Что он вылез в окно Поэтому сейчас мы с вами Вот здесь и найдём Так, вот он здесь Вылез в окно Где-то тут Да, где-то здесь вылез Вот-вот-вот-вот-вот И вот, соответственно Потопал-потопал Курату далеко Он так потопал-то чё-то Ага Попался Все нашлись Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокус Когда к домику подойдём? Нет, лучше вспомни Что вы обещали Так-то Я вас нашёл Теперь держите слово Помогите мне поговорить С приятелем Васика наедине Как не помочь? Слово есть слово Бабушка, бабушка Я всю шмель вузну укусил Иди сюда, бабушка Салют Не бойся Я ничего не знаю И я не причиню тебе вреда А где бабушка? Она занята Почему ты так боишься говорить? Я не боюсь вовсе Да боишься, я вижу Иначе рассказал бы про Ивасика Бой за меня за Ивасика Он не приходит больше Пошли мы разгребы искать Я видел его нору Но бабушка на меня накричала Говорит, чтобы не болтал с чужими А то потом дети пропадают И за Ивасика она тоже боится Хоть и говорит, что он придуманный А где все ваши родители? Померли Одни с голоду Других поубивали Моих Раз пошел я на заре за ягодами Тогда еще много ягод было А как домой возвращался Услышал крики И смех такой Подошел и спрятался в кустах на опушке Мама кричала А солдаты смеялись Батька лежал в ворот сарая Совсем без головы А потом мама Да Все, не надо Хватит Да Печально Я просто хочу поговорить с Ивасиком Может он знает больше чем вы А ты ему зла не сделаешь? На самом деле он непридуманный Не сделаю Ивасик раньше часто прибегал Потому что бабушка любила слушать Когда он поет А когда я грибы собирал Ивасик сказал, что на оборотах Видел девку С серыми волосами Где найти этого твоего, Ивасик? Есть такая полянка на краю болот И там растет дерево такое странное Как присмотришься, сразу найдешь Спасибо тебе Ну конечно странный ориентир Но для ведьмака я думаю полезно будет Ну что ж Отлично, друзья Опять же Давайте-ка мы с вами в этом же приюте Сейчас и промедитируем Так, до утра примерно Потому что, блин Опять на ночь сейчас глядя поползем Куда-нибудь не видно нифига Так До девяти утра До восьми Все на работу Восемь утра ходят, ребят Раз Вот Вот так вот Восемь утра И даже вроде без дождя Ясная погода Ооо, какая красота Ребят, смотрите как хорошо Правда, по-моему, прохладненько Прохладненько Ну что ж, господа На этом, наверное, сегодняшнюю серию Будем и заканчивать В следующий раз попробуем найти Ивасика Кто бы это ни был А пока, друзья Надеюсь, что вам продолжает Наравиться наш летсплей Поэтому обязательно не забывайте Подписаться на канал Чтобы не пропустить новые серии Обязательно ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на паблик на твиттер Пишите ваши вопросы В комментарии До новых встреч, господа На канале Deadline.ru